А вы любите свой дом, в котором живете? Да. Нашу школу? Да. Город наш? Да. Страну нашу? Да. Так вы все и есть патриоты. Простыми словами о важном говорит со школьниками наставник по патриотическому воспитанию 16-й школы Владимир Глухих. Он учит детей любить свое отечество, уважать историю и культуру страны, а также готовности выполнять свой гражданский долг. Как часть большой работы ребята пишут письма участникам СВО и формируют им посылки. Да, я считаю это важно, потому что мы должны поддерживать своих ребят в зоне СВО. Это очень важно, чтобы они никогда не сдавались и верили в себя. Владимир Андреевич – председатель ветеранской организации «Лагар». Пять раз был в зоне СВО. Отвозил гуманитарный груз и общался с бойцами. Такая весточка из дома поднимает им боевой дух. В блиндаже ночевали, ночью вышел подышать, захожу и стоит коробка, написано «Армейский рукопашный бой, школа номер 16, город Тобольск». Обалденно. То есть их это греет, их это ободряет, они очень хорошо об этом отзываются. В холле школы есть уголок боевой славы. Здесь экспонаты времен Великой Отечественной войны и более поздних боевых действий. В настоящее время можем проводить уроки не только на основе экспонатов со Второй мировой войны, но и также на основе настоящих событий. «Мы знаем, что сегодня внесены изменения в учебники по истории. И вот то, что у нас есть со специальной военной операцией, мы это можем использовать уже и в уроках». Владимир Глухих организовал в 16-й школе секцию по армейскому рукопашному бою. Ее посещают более 50 учеников. Он готовит классы для смотра строя и песни. Создана и своя знаменная группа. Каждый понедельник утром здесь поднимают флаг. «Вот знаменная группа – это, во-первых, это должен быть школьник, у которого нет двоек, у которого хорошее поведение, который красиво марширует, который ведет себя. Это, ну, как бы пример». В модуле «Школьные дела», «Программы воспитания» учащихся 16-й школы все направления работы нацелены на формирование достойного гражданина и патриота своей страны. Анастасия Плюснина, Елена Макова, Рустам Брузеев, Тобольское время.